так у нас пока никого нет привет привет кто присоединяется к нам пока заготовочки подготовки тут сделаем наверное я это уберу чтобы оно нам не сохло не мешало так приветик подождем мы пока наших опоздавших немножечко я с вами поговорю всем еще раз привет кто у нас присоединяется так надеюсь вам все хорошо видно в этот раз камеру поставлю немножко дальше чтобы сейчас я настрою чтобы вы видели больше фигурки и пока мы отличные дела отличное настроение пока мы всех ждем я с вами немножечко поговорю про мастику вот специально сделала заранее два кусочка вот эта мастика у меня уже окрашена но она не подготовленная вот но для тех может быть кто кто не видел на моем канале видео вопрос ответ это больше для них будет наверное то есть смотрите мастика мастика здесь у меня окрашена но она не подготовлена видите она вот такая вот жидкая жидкая леплю я с мастики по продукт так и есть у меня кусочек где я уже вмешала смс вот ну вот вы видите да уже структура мастики какая то есть вот она она становится рыхлой поэтому хотела вам показать какая мастика когда вы вмешали смс но здесь я делала такую более концентрированную специально для того чтобы мы ее разбавили с нашей свеженькой мастикой нет я ничего не разогревала она просто обычная мастика ничего не разогревала я в микроволновке вообще ничего не грею все руками вот сейчас мы помнем вот эту мастичку с смс видите она вот разрушает структуру вот эту вот вот эту вот тягучесть она смс забирает из нее влагу и пропадает вот эта тягучесть привет 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 всем кто вот к нам присоединяется вот но благодаря этому из нее будет можно хорошо лепить не знаю вот в тот раз было у меня было у меня было у меня не понимаю как читать не мог мне писать и почему-то все могут смотреть о некоторые ваши уведомления так не может присоединиться не знаю почему почему-то не все могут писать мне сообщение может быть просто не в друзьях поэтому так так ладно к чему я все это вела к тому что сейчас мы вмешаем кусочек с смс в нашу мастику без него почему я это сделала позже а не сразу потому что мастика когда мы в нее вмешиваем смс она как бы вот становится такой не очень получается пластичной и поэтому сильно заранее я смс не вмешиваю то есть я ее вмешиваю чуть-чуть даю ей полежать минут 10 и потом начинаю лепить если полежать ей долго она становится вот такой то есть это как бы портит все дело поэтому я делаю небольшой кусочек как концентрат ну как бы с смс смс уже получается набухло оно вступило взаимосвязь с мастикой и потом проще не надо ждать не надо будет тратить ваше время на то чтобы замешивать это все то есть я сейчас размешаю и мастика уже сразу будет готова уже непосредственно наш кусочек станет готовой к лепке можно лепить без смс можно конечно же но это намного сложнее потому что может быть много было смс поэтому не получалось мять ну вот вы видите я же много при вас сижу пока ждем немножечко людей просто может быть много было смс вот если посмотрите видео на ютубе да на моем канале там я показывала сколько нужно примерно вводить смс и смотреть по качеству мастики как она начинает как бы рыхлые вот эти нити появляться все значит мы оставляем то есть посмотрите там я вот как раз специально подробно показала именно то как я подготавливаю мастику сколько чего нужно и все видите мастика уже готова все вот это признак того что она уже готова к лепке вот она уже такая она еще вроде тянется но уже и не так рвется как если вот у нас была концентрированная мастика то есть вот наш кусочек готов итак мастику мы размяли сейчас я достану свои весы 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 и мы с вами еще наверное немножечко подождем хотя бы до 10 минут тех кто опоздал и пока я вам скажу что что нужно для тех кто собирался со мной сегодня лепить что нам нужно итак мастика оранжевого цвета я взяла 200 грамм там просто я особо не взвешивала сколько у нас уйдет на все про все то есть примерно вам понадобится 200 грамм привет привет всем кто присоединится 200 грамм оранжевой мастики белой мастики где-то грамм 13 ну можно 20 взять так проще будет и и коричневой с черной мастики и зелененькой тоже маленький кусочек все примерно грамм по 10 можете взять как из инструментов у нас практически ничего не будет то есть ну для глазок будем использовать небольшие вот шарики стек нам нужны будут две зубочисточки это мы пока будем ножки делать смотреть сушить подсушивать вернее слегка то есть зубочисточки также нам нужна шпажка одна это для того чтобы мы смогли установить нашу фигурку на кинопласт клей краситель черный краситель белый лепим мимишку мимишку лисичку и что нам еще что нам еще понадобится да вроде наверное бы и все все остальное будем взвешивать весы также возьмите с собой подождем еще немножечко я помну мастику чтобы она не остывала у меня кстати вот спрашивали вот тоже очень очень было много вопросов почему мастика у меня к рукам не прилипает после того как мы добавляем смс мастика перестает быть такой липкой ну что такое ну не знаю не знаю не понимаю почему люди не могут то есть а мастика перестает липнуть и ну вот вы видите я шлеплю то есть мну мну она не имеет но у меня еще конечно холодные руки тоже такой возможно если у вас руки очень горячие да то она будет может липнуть или таять но для тех конечно лучше всего одевать перчатки виниловые и в них работать но я даже не представляю если честно как это рецепт мастики я липлюсь готовы мастики просто добавляю в нее смс мастика топ продукт топ продукт мастика то есть как бы из домашней я не леплю но раньше лепила раньше лепила когда только начинала но потом из-за того что очень много приходилось пудры молоть вся моя семья от этого устала потому что они ее молотили я не могу сказать точно какое количество смс я добавляю вот пожалуйста зайдите на мой канал на ютубе и я там показываю видео вот замешивают прям вмешиваем смс и показываю вот на каком на какой стадии нужно остановиться то есть когда мастика вот появляются такие нити ну это там вот хорошо потому что здесь уже она более подготовленная уже такая у нас то есть там все все показываю так она называется там рубрика вопрос ответ поговорим о мастике и вот там все это показываю так ну что девочки как вы думаете будем еще ждать пять минуточек или все таки начинаем давайте в этом если начинаем ставьте плюсики если не начинаем значит ставьте минусики чтобы чтобы я поняла что мы делаем еще пять минут болтаем или все таки начинаем заниматься фигуркой привет 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 не за что просто как бы объяснить очень сложно про вот эту мастику легче показать поэтому я снимала специально видео значит поболтаем ну хорошо давайте тогда поболтаем можете задавать тогда какие-нибудь вопросы мне чтобы у нас время было не зря потрачено может еще может кто-то не слышал я говорила что для фигурки нам понадобится 200 грамм оранжевой мастики взять можно клей вот такой стек две зубочисточки одна шпажечка болваночка если есть если нету то можно использовать пеноплекс клей что ножнички ну в принципе тут ничего такого у нас все будем руками практически делаться то есть это фигурка которая требует минимум минимум инструментов ну и красители для того чтобы мы с вами нарисовали потом глазки и ротик девочки которые не могут писать мне сообщение в чат я не знаю нажимаю вообще какая-то фигня появляется не понимаю почему так почему вы не можете может не подписаны или я не знаю как почему не все не все почему-то написано мне что вот не все могут не знаю почему вот еще присоединяются 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 еще очень много опоздавших кто-то может не видел так толком у нас как такового голосования не прошло привет 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 так видите вообще она вообще не прилипает смс делай чудеса я присыпаю крахмалом чуть-чуть себе поверхность иногда и то не всегда чтобы фигурка лучше ездила чтобы легко что-то было Так я не могу. Единорогов. Единороги. Вроде же на канале есть единорог. Что, надо еще одного единорожку снять. Другого какого-то. Смотрю, единорожка там вообще просто бьет все рекорды. Просто самый, мне кажется, популярный запрос. Единорожка. Про буковки тоже есть на моем сайте видео. Я там показываю, как я это делаю. Там написано, как раз тоже делаем буквы, мне кажется, из мастики или что-то в этом роде. И там и шрифт указан, какой надо искать его в интернете. То есть тоже посмотрите видео, все-все подробно показываю. Потому что за него тоже было очень много вопросов по буковкам. Ну и что, девочки? Я думаю, наверное, мы будем начинать. Кто успел, тот молодец. Итак, начинаем. Кто со мной? По 8 грамм отмеряем мастики на каждую ножку. Так, сейчас мои весы, горе-весы мои включатся. И отмеряем по 8 грамм. Если у вас дома очень сухо и быстро сохнет мастика, тогда лучше положить ее в пакетик или в контейнерочек какой-нибудь, чтобы она не напитывала себя в воздух. Итак, отмерили по 8 грамм. Вот опять мне вот неудобно немножко, когда надо немножко сдвинуть, чтобы я ориентировалась. Так, по 8 грамм мастики и формируем ножку. Сначала мы катаем просто шарик. Потом делаем вот такую конусообразную колбаску. Так, я вам сейчас чуть-чуть пониже опущу. Все видно. Так, итак, сделали вот такую колбаску. У них ножки не сильно высокие, то есть они довольно-таки маленькие. Так, сформировали. Сейчас не знаю, куда бы ее поставить, чтобы вам было видно. Так. И теперь делаем второй. Опять же, мы катаем шарик. Камера так странно показывает. Мне удобно делать здесь, а приходится делать вот здесь, потому что там не видно почему-то моих рук. Получается, я люблю как будто боком. По 8 грамм на каждую ножку. Так, катаем. И опять ее как бы укатываем. Не забываем про то, что мы всегда сравниваем наши ножки. То есть они должны быть максимально одинаковые. То есть и при этом смотрим мы не только на высоту, мы еще и диаметром. Мне кажется, это меньше нога. Сейчас я перепроверю. У меня такие весы, они бывают просто врут. Одна больше, другая меньше. Я как-то визуально вижу, что она меньше. Показывает 8. Мне все равно, мне не знаю. Мне кажется, она больше. Я не могу. Прям вижу, что она больше. Так, еще раз. Дубль, дубль 3. Для тех, кто не видел. Итак, катаем шарик, колбаску. И вот так вот ее укатываем. Формируем ножку. Для тех, кто только-только к нам присоединился, на каждую ножку нужно по 8 грамм мастики. Вытягиваем ее и смотрим. Привет, привет, привет. Так, наверное, вот это я сделаю просто поглини немножечко. Теперь вот как-то больше похоже на одинаковые ножки. Да? У нас лисичка, мимишка. Так. Так что девочка с хвостиками. Это точно не сегодня. Да-да-да, лисичка из мимишек будет у нас. Так, сделали наши ножки. Берем коричневый мастики, кусочек небольшой. И сейчас мы будем делать наши лисички. Вот знаете, у нее здесь такая небольшая часть коричневая. ножки. Сейчас я взвешу, посмотрю, сколько у нас примерно уйдет на это дело. Я думаю, наверное, давайте мы возьмем где-то 1-2 грамма. Решила я сделаю, что я все-таки с этого кусочка один. 2-2 грамма здесь. Так. Теперь нашу ножку мы подровняем слегка, для того, чтобы она лучше прилегла. И намажем клеем. Сильно густо я не мажу, чисто так, символически. Вот видите, просто блестит и все. Для того, чтобы была высота фигурки. Ну вот сейчас мы ее сделаем. Или высоту ножки вы имеете в виду вам сказать. Сколько высота ножки у нас получилась. Высота фигурки еще пока не знаю. Так. Формируем ей. Сейчас я еще себе открою на компьютере. Лисичку. У меня здесь вот так вот немножко. Если нужна высота, спрашивайте. Я вот пока сейчас делаю, могу спокойно вам это все дело замерять. Именно фигурки окончательно. Ну, когда я ее сделаю, я озвучу, какая высота. Все покажу. Так. Делаем вторую штучку-дрючку. Нашу темненькую на ножку. Сейчас я отвешу 2 грамма. На моих чудо-весах. Не любят они такие маленькие весы. Так. Такие кусочки не хотят воспринимать. Так. Опять же подровняли нашу ножку. Для того, чтобы она лучше прилегала к нашей коричневой мастике. Смазали клеем. Повторяю еще раз. Я смазу совсем чуть-чуть. Вот видите, просто вот еле-еле вот такой блеск появляется. И все без фанатизма. Потому что именно когда небольшой, вот такой слой, он самый липкий, когда вы много намажете клея, она может отвалиться и потечь, и всяко-разно может быть. Так. Делаем. Такой небольшой запорчик. Все это дело склеиваем. И вот сейчас вступят в игру нашей зубочистки. Мы их оденем на ножки для того, чтобы когда мы будем примерять тельце, пока у нас не будет головы, мы все будем делать на вот этих зубочистках. Вот видите, все время ухожу с этой платформы. У меня, получается, центр вот здесь. Камеру, как я не двигаю, она мне все время почему-то показывает, сдвигает этот центр, и мне неудобно. Помните, да? Всегда вкручиваем. Сейчас я еще попробую. Может быть, не знаю, как мне так себе поставить, чтобы я... О, вот так вот будет стоять. Главное, чтобы не упала моя горе-камера. Так, ножки наши мы сделали. Они у нее, кстати, очень низкие. Очень такие пухлые. Но мне кажется, будет совсем грустно, если я их еще ниже сделаю. Нет, я ниже не буду делать. Так, нормально так видно? Все? Теперь хорошо? Хорошо. Опять, вкручивающими движениями мы никогда не давим, мы всегда вкручиваем. Потому что, когда мы давим, получается, наша ножка, ручка, неважно что это будет, деформируется, потому что на нее идет давление. То есть всегда вкручивающими движениями, не спеша. Вкрутили, посмотрели. Так, наши ножки готовы. Мы теперь перейдем к тельцу. Для тела нам нужна мастика двух цветов. Белая и зеленая. Белой мастики я возьму, 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 возьму 13 грамм. Я так примеряла, мне вроде понравилось. Так, 13 грамм. Так, 13 грамм. И зелененькой возьму. Ну, зелененькую я уже сейчас, когда сформирую, посмотрю примерно, сколько мне понадобится. Итак, привет-привет всем, кто к нам присоединился. Кто будет делать с нами на каждую ножку, нужно по 8 грамм оранжевой мастики и по 2 грамма коричневой мастики. Так, делаем тельце. Тельце у них тоже небольшое. Вот, смотрите, что тут прицепилось к нам. Так. И зеленой мастики. Зеленой мастики я взяла 8 грамм. Ну, я думаю, что весь вот этот кусочек, он у нас уйдет. Привет-привет-привет всем, кто к нам присоединился. Теперь нам надо сделать так, чтобы наше платье было как единым, целым с нашей зеленой вот этой вот мастикой. То есть мы подтягиваем вот так края. Подтягиваем также с другой стороны. Не переживайте, что они вот такие вот корявые там, всякое разное, это не важно. Ручками так аккуратненько формируем. Если что, всегда можно подкатать, померили, подошло, отлично. Теперь смазываем. Опять же, без фанатизма, чисто-чисто наносим, такой липкий слой создаем и все. Но если у вас мастики хороший липкий слой, то не обязательно, то есть можно это пропустить и не делать. Так. Теперь начинаем это все аккуратненько между собой соединять. Так. То есть мы укатываем, прижимаем, укатываем для того, чтобы наша мастика между собой максимально соединилась. И стало казаться, что это одно единое. То есть это такой процесс не очень быстрый. Жалко, конечно, что это все, как бы на видео я бы это все обрезала и 10 раз не показывала, как я тут глажу эту мастику. Но в прямом эфире, к сожалению, придется посмотреть. Итак, для тех, кто может пришел, кому интересно, кто забыл, не услышал, белой мастики я взяла 13 грамм и 8 грамм зеленой мастики. Хотела брать 10 грамм зеленой мастики я взяла 8 грамм зеленой мастики. Так. Я считаю, что в принципе можно еще вот здесь чуть-чуть пошире сделать. Как-то, мне кажется, очень платица у нас получилась непышненькая. У нее такой довольно-таки... Привет-привет. Всем привет. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать. Я буду стараться на них отвечать, пока я делаю, например, одно монотонное действие. Чтобы вам было не скучно и заодно вы что-то услышали, может быть, то, чего еще не слышали. Так. Ой, нет, не буду. Примерю. Примерю. Вот. Сделаем вот так и вот так. Чтобы наши ножки стояли ближе друг к другу. Так как мы понимаем, что все-таки... То есть, понимаете, да? То есть, мы прижали с одной стороны, сделали прямой край для того, чтобы наши ножки максимально между собой сошлись. Вот. Отлично. Так что в самый раз. Хорошо. Я не одна. Так. Ну, сильно-сильно прям уж я их там, конечно, не буду прижимать. Ну, максимально. Ну, давайте я все-таки вот для сравнения, может, кто-то, кто лепит со мной. Я вот с линеечкой вот специально даже интересно, такой ли у вас результат. У меня ножка получилась высотой 3,5 сантиметра. Мое платьишко получилось высотой тоже 3,5 сантиметра. Так что, может быть, для тех, кто именно лепит со мной, это будет интересно. Так, теперь даже не знаю так, что я, наверное, попробую просто так. Подломаем зубочисточку. Не хочу еще втыкать ее. Будет высоко стоять фигурка. Поэтому смотрим, как войдет. Мне не нравится, как она вошла. Платьица, мне кажется, все время, что она очень... Какое-то недостаточно широкое, что ли. Еще я немножечко его снизу раздвину. Так, ну вот уже получше. Так, тельце у нас готово. Пока все это подсыхает, у нас стоит, мы с вами сделаем ручки. На каждую ручку берем по 3 грамма мастики. По 3 грамма на каждую ручку. Делаем все. Делаем все. Делаем все. 3 грамма, наконец-то. Просто кошмар какой-то. Они мне постоянно сбиваются и показывают ноль. Так. Формируем мы вот такие вот капли. Всем вам видно, да? Приклеивать я их не буду, потому что, ну, те, кто меня смотрел, те уже знают, я не люблю, когда руки просто висят безжизненно. То есть я люблю их куда-нибудь приклеивать, к чему-нибудь. Чтобы было хоть какая-то движуха у фигурки. Так. Делаем капельки. На каждую ручку по 3 грамма. Для тех, кто не слышал или забыл записать. Так. Вот опять, мне кажется, вот это больше. Вот прям даже видно, что больше. Привет. Привет. Так. Не забываем сравнивать, чтобы вы видели. Потому что вот весы, например, как у меня, очень часто врут. Я всегда все сравниваю. Так. Сравнила. Если у меня результат. Устраивает, значит, все. Привет, привет, привет. Так. И сразу мы сделаем ей пальчики. Да, будет. Будет. Через какое-то время будет, конечно же. Ну, МК будет вот этот. Эфир будет там записан. Сразу я нанесу немножечко клея. Пока он будет слегка подсыхать, наш клей, мы будем делать пальчики. То есть я намажу сейчас более густо, чтобы хороший был липкий слой. И мы с вами будем делать ей пальчики. Катаем такую вот колбаску. На каждой ручке у нее по три пальчика. Отрезали вот небольшой кусочек. Сделали вот такой вот. Блин, да что ж ты будешь делать? Все время падает. Капельку. Видите, да? То есть делаем вот такую капельку с вами. Еще раз, может быть, не знаю, отсвечивать так. И приклеиваем на нашу ручку. Следующую. Итак, нам надо четыре. Спасибо большое вам за то, что смотрите. Если бы не смотрели, я бы не снимала. Хотя изначально вообще я думала, что это никому не будет интересно вообще. И это пустая трата моего времени. Так. Приклеиваем еще одну. И последний пальчик я сделаю посерединке. Привет. Привет всем, кто присоединился. Да? Вот смотрите. Вот так. То есть, ну, как бы я не буду делать их все по... Вот так. Потому что она будет держать у меня около ручка ручку. Поэтому будет так. Спасибо. Спасибо еще раз. Так. На вторую ручку опять отрезаем небольшие коготочки. Пальчики. Не знаю, как правильно. Что это у нее такое. И делаем то же самое. Три по... Как бы на линии и одна по центру у нас будет. Ну, можно сказать, практически кругом. У нас будут пальчики стоять. Привет. Привет. Привет всем, кто присоединился к нам. Так. Если я, может быть, сильно быстро делаю, кто, может быть, со мной лепит, я не знаю. Там пишите. Может быть, я там помедленнее буду. А то я тут разогналась так. Все побыстричку. Мне кажется, что я сильно медленно все делаю. Может, наоборот, сильно быстро. Так. Каждый пальчик. Приклеиваем. Топ-продукт. Мастика топ-продукт. Конечно, можно. Задавайте любые вопросы. Я на все отвечаю. На все, что я могу ответить, я на все отвечу. Так. И последний мы делаем вот. Видите, у нас получились такие лапки. Мы их пока положим, пусть они сохнут. И в это время мы начнем делать голову. Потом, пока будет у нас сохнуть голова, мы начнем делать хвостик. Чтобы каждая деталька у нас могла подсохнуть. Итак, для головы мы берем 70 грамм мастики. Она не тает, потому что тут смс. После добавления смс, она становится более стабильной и не липнет к рукам. Ой, ребята, ну там все зависит от того, как покупать. Ведро или пачку. Где-то в районе 1600 рублей ведро. Так. Лепим голову. Хорошо разминаем нашу мастику. Потому что, если мы ее до конца не разомнем, будут неприятные такие, как бы, трещинки. Я сейчас немножечко уберу подальше, чтобы мне руками тут не снести. Итак, 70 грамм для головы. Вымешиваем мастику. Всегда я вымешиваю ее в центр, в одну часть. Потом начинаю все это разглаживать хорошо. Смс. Смс. Смс, КМЦ, камедь. То есть, вот это вот. Может быть, кто не видел, я показывала, как мы прячем вот такие неприятные шовчики. Мы их тоже гоним в центр. Заглаживаем пальчиками все, что можно максимально загладить. И потом вот такой пумпунчик. Так вот. И все. Это для тех, кто, может быть, не видел на прошлом. Так, скатали шарик. Он теперь у нас весь красивый. Без трещинок. Без всяких там неровностей. Он у нас красивый. Этот шарик мы теперь должны слегка приплеснуть. То есть, мы его ручкой вот так прокатываем. И получается у нас, вот видите, такой сквозь, да, как у мимишек. Пальчиком делаю такую небольшую впадинку, в которой у нас будут глазки. Заломы на мастике. А у вас все так, ладенько. Ну, вот только что показывала про заломы. Если пропустили, может, не увидели, я еще потом у меня остался кусочек. Еще раз покажу, как это спрятать. Не переживайте. Так, сделали вот такую мордашку. Вообще, конечно, у мимишек очень большая голова. Можно взять и 100 грамм мастики. То есть, не обязательно 70. Но просто фигурки получаются очень тяжелые довольно-таки. А все равно голова кажется маленькой. Мне, по крайней мере, мне все время она кажется маленькой. Даже на 100 грамм мне она казалась маленькой. Но буду делать на 70. Так как многим это, в принципе, очень удобно. Так, наша тельца. Ну, и, в принципе, мне показалось, что та лисичка довольно-таки гармонично смотрелась. То есть, хотя на ней было 70 грамм. То есть, мы немножечко мордочку еще вот так вот подтянем. Чуть-чуть. Придадим, да, такую капельку. Не знаю, со всех сторон покажу. Максимально, чтобы вам было видно. И прикладываем нашу голову. Ну, в принципе, нормально. Так, отставляем. Теперь мы сделаем вот так вот чуть-чуть этот, чтобы место было, где наша будет голова крепиться, чтобы была у нас поверхность более плоская, а не круглая, как в шарике. Потому что, если вы сделаете круглую, то голова будет отдельно смотреться таким шаром. Чтобы вот этого не было, обязательно делаем. Знаете, я вот смотрела, многие как бы в кондитерских продаются готовый клей, они тоже, в принципе, на основе СМС. Вот, почитайте состав. Добавляла, нормально. Нет СМС, пошел, купил клей. Сухой, неразбавленный, чтобы он был. Так, делаем носик. Носик у них довольно-таки большой. Взяла, я сейчас взвешу. Не знаю, но я думаю, наверное, не покажет. Не показывает, наверное, один грамм здесь. Так, и от этого грамма я отодрала кусочек, так что, может быть, полграмма. Так. Делаем носик. Приложили. Мне кажется, что очень даже, да? Очень даже и это, как раз, носопырочка наша. Да, нормально? Как вам кажется, девочки, нормально? Напишите. Нормально, ненормально? Потому что я уже... Мне кажется, нормально. Так, сделали нос. Ну, короче, считайте, если ненормально, то ставьте пальчик вниз. Я буду знать. Мы его тогда переделаем, я не буду его приклеивать. Так, берем наш стек с шариками и делаем глазки. Итак, возвращаемся, как всегда, к тому, чтобы все было у нас пропорционально. Визуально нашу голову мы делим пополам. Глазки у нее довольно-таки близко к носику. То есть, визуально разделили пополам, поставили точечку. Опять визуально разделили пополам, поставили точечку. Вот видите, мы уже наметили глазки. Более большим шариком формируем. Углубления, в которых впоследствии будут прятаться наши глазки. Сначала сделаем небольшие, потом уже смело можно давить. Почему делаем сначала небольшие? Потому что если сразу надавим, могут появиться такие какие-то морщинки, то есть непонятные. Лучше перестраховаться. Так, сделали наши дырочки. Берем мастику белого цвета. Сейчас я ее разомну, она у меня, видите, уже подсохла. Так, у меня пачкает всегда мастику руки. То есть, если черным сделала носик, то нужно помыть руки, чтобы приклеить к голове. А у вас... Как у вас не пачкает? Пачкает все. Почему не пачкает? Тоже пачкает. Просто кусочек уже лежал, подсох слегка, наверное. И не пачкает. Ну, еще тоже зависит от мастики. Бывает она реально такая жидкая черная мастика, что вообще капец. Все пачкается. Здесь повезло. Но у меня на готове лежит тряпочка, чтобы вытереть руки. Если мастика будет пачкать мне руки, иначе я потом ничего не смогу вообще сделать. А так, конечно, пачкает. Так, второй нюанс про глазки. И для тех, кто не был на моем канале, тема с глазами. Глаза у нас не должны выпирать из своих дырочек. То есть, вот это неправильный глаз. Видите? Он вылазит. Вот. Я его вижу. И вы его тоже видите. Так быть не должно. Если у вас вылезает глаз, значит, мы его вынимаем. Отрываем небольшой кусочек и делаем новый. Глазик должен лежать четко в своей ячейке. Те, кто на моем канале смотрит видео, те все это знают. Потому что я это каждый раз повторяю. И, наверное, никогда не устану повторять, что правильный глаз – это глаз, который не вылазит. Вот. Видите? Его нет. Он спрятался. Он лежит четко в своей дырочке, как и должен он быть. То есть, все должно быть гармонично и красиво. Так. Меня интересует, как вы боретесь с черными новинками? Особенно на белой мастике. А, пылинками. Так. С черными пылинками на белой мастике. Но у меня, в принципе, нет черных пылинок. И от чего пылинки появляются? От какой-то... Я не знаю. Но у меня нет никаких черных пылинок. Вот она лежала на столе без черных пылинок. Или вы имеете в виду после того, как я черную мастику брала в руки? Или что? И от чего появляются черные пылинки? Или ворсинки? Или как правильно понять? Так. Глазки наши должны быть одинаковые. Смотрим на это очень внимательно. Ну и смотрите, вот, девочки, да? С глазик вставили. И носик уже вроде нормальный. Я его не приклеила. Сейчас я его приклею. А, ворсинки. Ну, ворсинки у вас, наверное, появляются после того, как вы руки помоете. И потом трогаете мастику белую. Или как? Или просто вы берете вот у вас чистые руки, а на мастике уже есть какие-то ворсинки черные? Просто я... Чтобы я смогла ответить, мне нужно четко знать. Просто у меня ворсинок нет. Вот еще девочки говорили, если, например, такая тема с ворсинками, что вы помыли руки, у вас остались ворсинки, берете кусочек мастики небольшой, и какое-то время просто сидите, катаете его в руках для того, чтобы мастика, да, все ворсинки после полотенца, неважно, бумажного, обычного, вафельного, в любом случае, да, то есть рукам покатали этот кусочек, все, что вам было, все туда прилипнет, и берете потом уже руками чистыми после этого кусочка, и ворсинок у вас нет. В принципе, у меня такого нет, но я помыла руки, посидела, чтобы они просохли, потом я их потерла еще раз между собой хорошенечко, и уже начинаю работать, чтобы точно ворсинки все слетели, ничего не осталось. Так, пошли ответы на вопросы, помогаем друг другу. Так, берем, делаем ушки, сейчас на ушки я, наверное, возьму грамм 5, но я посмотрю, посмотрю, может, этого будет много. Так, взяла 6 грамм, сейчас посмотрим, как наши ушки. Катаю шарик, делю его пополам, можете взвесить, просто, о, наконец-то, Олесенька, ты пришла. Так, смотрите, и формируем ушко. Так, примерили. Ну да, вот смотрите, я думаю, что все-таки берите по 3 грамма на каждое ухо, это будет в самый раз. Так, формируем наше ушко, и вот это лишнее все, некрасивое, обрезаем, и у нас появляется как раз такая отличная платформа, которую мы смажем клеем и приклеим к нашей лисичке, вернее к ее голове. Да? Ушки отличные, мне кажется, в самый разок. Так, смазываем клеем, опять без фанатизма, чтобы наше ушко никуда не ездило, чтобы оно было на месте. Берем второй кусочек и делаем второе ушко. Итак, на каждое ушко у нас ушло по 3 грамма мастики. То есть катали шарик и начинаем формировать вот такой вот треугольничек ручками. Так, все время забываю, что я должна сдвигаться в этот край. Я просто привыкла работать всегда по центру, и все время забываю, что мне нужно переходить на край. Так, опять отрезаем лишнее, опять формируем нашу платформочку. Если что, наше ушко подравниваем. Я клею на клей из СМС. То есть про это тоже есть видео у меня на канале. Рубрика «Вопрос-ответ». Поговорим о мастике. Там я показываю, как я делаю этот клей, в каких пропорциях воды, сколько примерно, добавляя СМС. Очень удобно. Намного лучше, чем на водичку, поверьте мне. И вот тут я всем наврала. Наврала всем. Ну, в принципе, берем мы кисточку и замазываем мои любимые швы. Как всегда. Чтобы наши уши не были оторваны от жизни. смазываем, клеим хорошо наши участочки все. И начинаем вот этим стеком сравнивать наши швы. Вот сейчас вот я постоянно твержу всем, что нужно их замазывать. Конечно, кто вот работает с мастикой «Принцесса», «Модел Пасс», там не нужно мучиться. Там все очень-очень-очень хорошо. Все между собой соединяется, сглаживается. Это, конечно, мастика вещь. Но так как многим она не по карману, мне в том числе, так как у меня очень-очень много лепки, я просто финансово вылетаю в трубу, потому что никто платить за фигурки не хочет, а я за нее тоже не хочу платить. Дополнительные деньги. Так, смотрите. Замазываем. Почему? Замазываем, да, потому что, когда у вас шовчики спрятаны, ушко кажется зимной частью головы. И вот когда клей подсохнет и исчезнет вот этот блеск, ушко станет как часть. Смотрите, он уже даже, да, вот ушко как часть, а здесь ушко как будто оторвали и такие, а-а-а, приставили его. Забыли. Забыли его приставить. Так. Приклеиваем. Второе ушко обязательно. Потому что я думаю, что-то не то. Не забыла клеем помазать. Почему мажем клеем? Потому что так проще мастика, у нее такой липкий слой появляется, хороший. И она между собой хорошо соединяется. Вот эти швы, они втираются, как бы, получается. Хорошо тогда. Ну, как бы быстрее, во-первых, это происходит. И не остается шва. То есть она, мастика, очень-очень хорошо затирается. Все это дело. И говорю, вот попробуйте, помучайтесь, пожалуйста. Хотя бы три раза позатирайте на каждой своей фигурке швы. Я уверена, что у многих на четвертый раз глаз просто не будет принимать вот это вот бесшовное существо, когда все оторвано и приляпано. Вы будете это видеть, и вам будет капец просто это раздражать. Ну, по крайней мере, меня это раздражает. Я всегда воспринимаю это, как будто я не доделала свою работу. Так, замазали шовчики. Так вот, все время забываю. Да, все время забываю. Так, сделали сейчас минуту. Забыла я взять воду. Так, и будем мы сейчас с вами рисовать глазки. Кто смотрит мой канал, тоже знает мою дурацкую привычку. Пока нету лица, нет характера. Поэтому рисуем глаза, чтобы наша фигурка ожила. Да, обязательно будет на ютубе. Просто чуть позже в записи я все это выложу. Итак, берем кисточку. Ну, я не знаю, какой это номер. У меня уже тут все стерлось. Я думаю, что единичка, может быть, побольше немножко. И черный краситель гелевый. Америколор я использую. Можно топ-продукт. Это вообще, ну, как бы, не играет никакой роли. Вилтон. Все, что у вас есть, все, чем вы можете рисовать. Берем водичку, кисточку, капаем себе немножечко на палитру или еще куда-нибудь на крышечку и начинаем рисовать наши глазки. Так. У них глазки обведены, но вот там мы возьмем другую кисточку, более тонкую. Сейчас нарисуем просто сами глазки. Можно это сделать из кусочка мастики. Но, вот знаете, я все-таки заметила, что когда это нарисовано, это смотрится намного аккуратнее, чем когда приклеен кусочек мастики. Да? Старайтесь, чтобы, если вы рисуете на весу, чтобы в вашей руке была опора. То есть рука всегда должна на что-то опираться. Если у вас рука будет просто в воздухе болтаться, она будет трястись. То есть всегда опираемся. Видите? Вот даже если вы заметили, может быть, вот я сейчас рисовала, я сделала... То есть у меня рука лежит на столе, фигурка, и я пальчиком сделала опору себе. Кто внимательный? Лагану, что ли? Эфир закончился так быстро. Я не заметила. Ой, девочки, прошу прощения. Я что-то засмотрелась, заговорилась, заболталась и забыла вообще о том, что у эфира есть время. И оно не резиновое. Так, сейчас я тут немножко заберу. И забыла, и вас забыла попросить. Ой, Маруся, я еще там. Так, ждем теперь всех. Я не заметила даже, как у нас таймер пошел о том, что эфир закончится. Так, ждем всех. Говорю еще раз. Прошу прощения. Я так заработала, заговорилась и забылась о том, что надо предупредить вас, что у нас заканчивается время, и мы переходим во второй эфир. Так, но еще чуть-чуть подождем. У нас было больше 20 человек, это точно. Ну, и пока мы всех ждем, чтобы не грустить и не скучать. Итак, рисуем мы всегда с опорой. То есть, наша рука, если вы будете держать фигурку вот так, и вот так вот еще рисовать, у вас, конечно же, будет трястись рука, у вас, ну, как бы, будет тяжело попасть. То есть, поставили обязательно оперлись чем-то. То есть, ну, у меня всегда, в принципе, этот пальчик опирается на что-то. То есть, стараемся не рисовать на весу. Это очень-очень-очень тяжело. То есть, обязательно нужно стараться, чтобы у руки была какая-то опора, чтобы рука не дрожала, чтобы она держалась как можно жестче. 22 человека. Так, ну, мы пока один глазик нарисуем. Так, теперь глазки наши нарисовали. Рисуем реснички. Все той же кисточкой. Стараться, конечно, лучше не возюкать два раза или три раза, как я сделала только что. Ну, что-то у меня как-то краска плохо. То есть, самое хорошо, когда вы сделали один мазок. Все. Вот один мазок, все. Чем больше мы возькаем, тем только потом грязнее все это кажется. Так, делаем вторую ресничку. Два, три. У нее три реснички. Так, теперь я голову переверну. Так, все время забываю, что мы сдвигаемся. И опять же нарисуем вторую бровку нашу, да? Или что это? Какая бровка? Чего я заговариваюсь? Ресничку. Так. Раз, два, три. И все. Без лишних, чем много не надо. Так, и теперь вспоминаем о том, что у них как бы глазки такие, они обведены. Вот теперь мы берем кисточку единичку. Она очень тоненькая. Если у вас такой нет, значит, покупайте обычную кисточку, обстригайте ее до такого безобразия, чтобы осталась чуть ли не одна волосина. То есть, максимально тоненькую себе делаем. И сейчас мы с вами обведем наш глазик. То есть, прям сильно там линии никакие не нужны. Нужно просто, чтобы было видно вот такая полоса. Так. Перевернули. И опять. бровки у нее такого коричневого цвета, а не черного. сейчас я ну, вам, может быть, на камере будет казаться черным, но на самом деле у меня это темно-коричневый. Такие у нее маленькие бровки. И совсем манюничные. И здесь. Все. Бровки наши готовы. И ротик. Да. Где она улыбается? Кисточку старайтесь, чтобы прям и не было много красителя, чтобы не текло с него, но и кисточка, чтобы была влажная, потому что часто возить по одному месту не рекомендую. Так. И ротик наш. Все. То есть старайтесь один раз. много раз это всегда плохо, это всегда грязно, и это практически всегда видно, что вы воськали там по нескольку раз. Так, теперь блики на глазках обязательно. берем небольшой кусочек белой мастики. Она у меня уже подсохла на столе, пока валялась. Так. Я все время стрижаюсь в эту область. Да, катаем такую тоненькую колбасочку. горошинку отрываем такую маленькую горошинку для вас и прикладываем ее на наш глазик. Есть. Еще одну маленькую горошинку. Точнее, такие совсем маленькие делаем. Можно, у меня тоже вот спрашивали, можно ли просто капельку белого гелевого красителя капнуть. Но потом впитает в себя этот черный краситель, которым мы рисовали глазки. И станет тусклым и видно его практически уже не будет. Поэтому мы делаем как подложку нашу белую мастику. Потом берем кисточку и уже по нашей белой мастике мы наносим белый гелевый краситель. Потому что мастика, к сожалению, она не такой плотности, она не имеет такого белого цвета. Она намного тускнее. Вот видите? Насколько ярче, да? Вот без и с красителем. То есть вот так сделали. Так, теперь возвращаемся к нашей лисичке и на ножках мы 6 сантиметров. Кто-то интересовался этим. Так, теперь мы ее немножечко соберем. Пока будет подсыхать наша голова, мы будем делать хвостик. так, видите? Поднимаемся на камеру. Так, снимаю я ее с нашей ножки. Сразу себе намечаю через дырочку вывожу. Опять я ее сейчас поставлю. то есть дырка в дырку вставляю как и стояло. Так, вошли, вошли, здесь тоже мы вставили, чтобы наши ножки были ровненько, вкручивающими движениями вошли до конца. Нижнее обрезаем. Знаю, что сейчас сразу появится вопрос, почему одна. Здесь у нас будет одна шпажка. Когда вы фигурку будете переносить на торт, мы ее сейчас не будем склеивать. Почему объясняю? Когда мы переносим, если у вас блок, хотя нет, если у вас блок пенопластовый такой же высоты, как ваша высота торта, то есть если у меня торт обычно 10 сантиметров, а блоки вот эти у меня по 5 сантиметров, то есть мне приходится каждый раз вставлять новую шпажку. Когда у меня фигурка на двух ножках, я не склеиваю ничего, то есть у меня все в разборе. Я сняла ноги, поставила их на тортик. Здесь вот тоже можно шпажечку всунуть, уже более толстую, потому что зубочистки они потоньше. Так, всунула, да, получается, вытащила ножки, поставила их на тортик, на них одела тело, то есть все собираем точно так же, как я показывала сейчас, только это уже на тортике. И все склеиваем, все запчасти, то есть чтобы уже непосредственно на тортике ничего не ездило, то есть мы тогда уже так раз, раз, склеили и собрали наше лего уже непосредственно на самом тортике. И вам так будет намного удобнее. Фигурки не ломаются, ничего не деформируется. Если есть какие-то швы, которые нужно затирать, то затираем уже непосредственно на тортике. То есть все, что можно затереть в разборке, разбираем. То есть потому что если мы затрем швы сразу, например, на ножках, то когда будем вынимать со шпажками, что-то все равно сломается. Может даже фигурка сломаться, может нога отвалится, может сломаться вот здесь. То есть не советую. Наболтала болтухи. Так, прикладываем нашу голову. подтягиваем платьишко. Мне все нравится, как вам. Наш лисеночек. И вот возвращаемся к нашим рукам, которые валялись, сохли. То есть мы теперь их можем посмотреть, как нам сделать лучше. Вот у нас уже стоит фигурочка, есть у нас ручки. Мы можем их сделать вот так, как у меня было на фотографии, то есть она такая хихикающая, заигрывающая. То есть можно сделать одну ручку вот так, другую вот так. Может быть она будет у вас держать шарик, тогда вставляем вот так. То есть лучше всего, чтобы ручки у нас были всегда в динамике. То есть когда это вот так, это скучно. Ну по крайней мере мне. То есть они даже посмотрите везде на всех картинках у них какая-то динамика. Они не просто стоят вот так с опущенными руками. У них ручки играют. То есть помните об этом пожалуйста. То есть мы сделаем наверное сделаем мы сейчас хвостик. Пусть наши ручки еще поваляются, ничего с ними не случится. Давайте мы сделаем хвостик. И потом поговорим с вами и дорисуем ей на платьице машинку. Чтобы уже кто может захочет уже уйти тот уже уйдет. Мы не будем его задерживать. Кто захочет остаться поболтать значит поболтаем. Если вы не хотите болтать можете сразу писать что лучше написать не хотим минус давайте минус и все. Тогда мы заканчиваем эфир долепляем фигурку и на этом все. Если вы болтать не хотите и у вас не осталось никаких вопросов чтобы я хочу 5 грамм 5 грамм оранжевой мастики и наверное грамма 2 я возьму беленькой. Видите она тоже меня подсыхает. Меня кто-то спрашивал почему у вас не сохнет. Сохнет отлично сохнет. Просто отлично сохнет. Просто что разминаем ее. Но я не вижу ваших смайликов. Будем мы болтать или мы уходим отдыхать от меня. или опять у меня все заело. Конечно все заело. О господи столько вопросов. Так 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 сейчас начну все отвечать. Следующие фигурки какие будем лепить еще пока не знаю. Еще хотелось бы спросить про кисточки. Кисточки можно купить в любом магазине косметики. Заходите там где ногтями девочки кто занимается или там косметикой у них все эти кисти есть. И все говорите мне нужна кисточка номер один. Или набор из кисточек номер один, два, три. Все это у них есть. Вот этот наборчик я вообще покупала в фикс прайсе. Это кисти для макияжа. То есть там набор шести кисточек что ли там еще вот такие кисточки есть. Наверняка вы их видели просто не обратили внимания. Отлично им рисовать. Так кого еще я тут прослушала? Ага. Так смотри лисичку а леплю кошечку из трех котов. Так 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 сейчас я всех почитаю. Так какие еще вопросы? Потому что у меня опять какая-то ерунда. Хорошо что ничего не мешает. Кстати кисть трех котов мы еще не лепили. ну если вам интересно легко трех котов это мне кажется просто очень просто. А разве завтра когда мастика уже подсыхает я обычно за сутки стараюсь лепить чтобы была возможность подправить. Ну я леплю в принципе в тот ну как бы в день ну как бы не в день отдачи да то есть сегодня леплю завтра тортик уже уходит вот так у меня всегда обычно так 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 опять какая-то ерунда так будем будем Сусанна так три кота добрый вечер подскажите пожалуйста какую мастику вы используете то продукт то продукт три кота за сколько дней до отдачи торта вы лепите а вот как раз я ответила на этот вопрос получается вы никогда для тортика сразу не склеивайте фигурку или бывает исключение я склеиваю то что можно склеить то что нужно мне будет снимать я говорю вот такие фигурки когда они стоят на двух ногах я никогда не склеиваю то есть так вот хорошо до свидания кто не сможет с нами остаться то есть отвечаю на этот вопрос почему не склею потому что ломается я раньше постоянно склеивала ломается что-то вечно отваливается что-то деформируется короче легче просто вот так вот раз потом все склеила собрала и все все красиво и швы заклеила так сейчас сейчас вот еще раз перевешу потому что там отодрала кусок там отодрала кусок мне показалось большевата так все да все скажу сколько белый сколько рыжий и потом еще раз всем все скажу может кто-то опоздал так пять все-таки оранжевый и наверное два грамма белый то есть вот так склеиваем когда мы закончим фигурку я еще раз продиктую все замеры которые делала наоборот дубовая становится ну она конечно не такая мягкая как если когда вы ее только что вытащили из пачки конечно же она становится твердой но она не настолько твердая что ее невозможно укусить есть то есть ее начинаешь жевать и она становится мягкой ну то есть как бы то есть съедобная нормально никто не жаловался дети постоянно грызут так потом склеивать если она подсохнет совсем ну швы вы наверное про швы имеете ввиду как замазывать швы все будет держаться все склеится не переживайте да видео будет с этим мк на ютубе в записи вы просто сможете посмотреть еще раз эфир наш так вот наш хвостик сидел отвечал на вопросы и все склеивала точно так же все как с пальцем с платьицем нашим то есть небольшой слой клея и аккуратно между собой мастичку приглаживала чтобы швы сгладились и стало вот видите у меня вот оно практически как единое такое то есть нету разрыва между ними так все и хвостик уже можно приклеивать позже смазать не получилось высохло если вы клеите на клей прилипает все отлично просто причем причем у меня я часто наоборот оставляю какие-то запчасти от фигурок чтобы они лежали и подсыхали чтобы мне их потом было проще установить в той позиции как мне надо главное изначально уже понимать как ты примерно будешь их устанавливать на тортик то есть если мы будем например ручка у нас будет согнута то значит она изначально должна быть согнута и уже лежать подсыхать в согнутом состоянии смс да да все правильно клеит смс и вода все так ну что я сейчас приклею ручки и мы будем рисовать рисовать ей на платьице машинку в тот раз я так и не нарисовала в принципе все были довольны так и я сразу намажу здесь на мордочку то есть если вы смотрите опять же если вы будете снимать то значит здесь мы ручки не мажем мы мажем их только на мордочке а там тогда у вас будет возможность голову снять ну вот блин намазала тоже Марусь хотела сначала показать короче то есть приклеили вот здесь к руке а тут не приклеиваем к тельцу тогда у нас голова снимется вместе с ручками и потом вы их опять же вместе с ручками оденете но место уже намажете и все склеится у вас надеюсь я правильно объяснила и вы меня поняли о чем я вам говорила в тот раз я делала именно так то есть я сначала приклеила ручки просто к голове а потом уже когда установила фигурку на торт я все доклеила чтобы ничего нигде не отваливалось все держалось вот видите все отлично держится вы говорите не держится на водичку возможно не держится на клей держится все просто просто отлично Так, девочки Показываю еще раз За то, как мы прячем швы Или не нужно это делать Или это уже все видели Все, кто сегодня на эфире Если не нужно, тогда я пропускаю этот момент Потому что я говорила, что Скажу Так, и Фигурка у нас получилась где-то 11 см высотой Тоже спрашивали у меня Сколько будет высота фигурки В полной Но в принципе они у меня всегда 11-12 см Получается нужно Так, все Пока наша лисичка тут подсыхает Мы ее немножечко отодвинем Показываем Да, 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 хорошо Так, еще раз для тех, кто Не видел Показываю Сейчас я ее только немножечко разомну Потому что она у меня, видите, уже такая Подсохшая стала Еще раз немножечко Покажу Просто нужно теперь размять Вот, кстати, у меня говорили За вот эти вот Отлетающие кусочки То есть Я их Если они вываливаются Я их в мастику не вмешиваю То есть все, что вывалилось Сухарь Сухарь Итак, еще раз Как на шарики, да? Ну вот в принципе обычно у вас проблема Это наверняка с головой Всегда связано То есть как сделать Наш Кружок Мы все сухарики Сейчас выгоним Вот эти все крошечки Как обычно у многих У многих проблема Спрятать швы Ну и вообще Вот избавиться От вот таких вот ужасов Которые 90% Я так понимаю Получается Не могут они скатать шарик И избавиться От всего Вот этого Кошмара Так, как мы вымешиваем мастику Мастику мы всегда Вымешиваем В центр В центр То есть Все мы швы Наши, да? Гоним В одно место То есть получается У нас все будет Сосредотачиваться Именно В одном месте Все вот эти неровности А здесь будет У нас все ровно Дальше После того, как мы Все это дело замяли Сейчас я немножко ниже Поставлю камеру А то я Мы начинаем пальчиками Аккуратно Все это дело Сглаживать максимально Как вы можете сгладить Так Сглаживаем Сглаживаем И вот такая пимпочка У нас получается Можно оторвать Можно отрезать То есть все Видите У нас нету швов Ну она уже такая Просто подсохшая Да, да, да Я уже поняла И потом вот так вот Между руками Аккуратненько То есть мы не жмем Мы просто ее катаем Катаем То есть как будто Понимаете Ну она уже немножко У меня такая сухая Видите Она уже начинает трескаться Это из-за того Что здесь СМС уже Как бы сильно Много работает Надо добавлять Было Новые мастики Она немножко Полежала Но смысл Вы поняли То есть Ну вот этих трещинок У вас не будет Это у меня Из-за того Что кусочек Подсохшей мастики И плохо вымешанный То есть я старалась Быстрее для вас Все это показать Но смысл такой То есть трещинок У вас 100% не будет У вас будет Гладкое Хорошее Вот как здесь Вот Аккуратненький Кусочек Мастики Это вот для тех Кто Не видел Ну и все В принципе Мы теперь Нам осталось Только Нарисовать Лисички Машинку Так что Если мы остаемся Болтать Значит тогда Давайте так Я буду рисовать А вы будете Задавать мне вопросы А я буду рисовать И на них отвечать Чтобы у нас Время не уходило В пустую Да Так что Жду Жду Ваших Вопросиков Так Сейчас я пока Готову себе Красить Красного цвета Ну опять же Я говорю Я вот много раз Делала Детки На вот такие Вот мелочи Не смотрят И самое главное Это герой А то что там У героя нет На платьице Машинки Это уже Не столь важно Для них Главное Герой Так Да Я цветную мастику Ну я покупаю Черный цвет Все Это единственный цвет Который я Покупаю Опять же Вот Рисуем Не забываем Да За нашу опору Чтобы наши руки Минимально Дрожали Мы всегда Делаем опору То есть рука Должна Придерживать Руку Либо Ставим ее на стол Либо еще на что-то Чтобы она На что-то Опиралась Такая машинка То у нас Получается Прям Машинка Машинистая Да Ну Сухие красители Всегда дают Хорошие Яркие цвета К сожалению Гелевыми Очень сложно Вымесить Господи Так ребенок Даже наверное Не рисует Как я Прям Такую машинку Прям Фартовую Там такая Не нарисована Эта фигурка Она все равно Никому То есть Это она Чисто для моего Для моего Запаса Не знаю Может потом Подарю кому-нибудь Там соседки У нас есть детки Которые Любят эти Фигурки Собирают Многие Так что Как бы Не для Не для Ну как говорится Не на тортик Не для людей Это чисто для вас Для мастер-класса А так конечно Я бы сначала Нарисовала А потом уже Клеила Просто я переживала Что может быть Кому-то это вообще Неинтересно будет смотреть Он хочет узнать А вот Кстати да Девочки Может быть Многие ждут Итак Те кто не записали Сколько У нас чего Ушло На ножку На каждую У нас ушло По 8 грамм Оранжевой мастики И по 2 грамма Коричневой мастики На тело Я брала 13 грамм Белой мастики И 10 грамм Нет не 10 Собирала Здесь взяла 8 грамм Зеленой мастики Для головы Я потратила 70 грамм Мастики И на каждое Ушко По 3 грамма На каждую Ручку Ушло По 3 грамма Мастики На хвостик У нас На оранжевый Цвет Ушло 5 грамм И 2 грамма На белый Да 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 Все то же самое Чем тонирую Тем и крашу Они Я спробовала Тонировать Сухими красителями Водорастворимыми Сухими красителями Жирорастворимыми Все одно и то же По крайней мере Для меня Я разницы особой Великой Не увидела Увидела Цвета одинаковые Красится Тоже все Очень хорошо Даже и ничего Такая Машинка Получилась Привет Нам еще Даже кто-то Приходит Мы уже Правда Все сделали Но Все равно И вот И вот итог Нашей работы Вот такая Лисена Получилась Все пропорции Прекрасно На глаз Можно подобрать Да Конечно Можно Я же сначала Тоже Подбирала Их на глаз А потом уже Взвешивала И уже Потом вам Говорила А так Конечно То есть В принципе Вот У меня Многие Тоже Кстати На Ютуб Говорят Что фигурки Большие И сделать Их меньше Вообще Не проблема Да То есть Мы все знаем Математику Все учились В школе И Делается Это очень Просто Вы берете Выписываете Себе На Листочек Да Пропорции Которые Говорю вам я То есть Мои фигурки Они все Примерно В районе 200 грамм Получаются Ну Плюс Минус Там 50 50 150 Вернее 200 То есть Это Обычно Я вот уже Замеряю Не первый раз Всегда Так Берете Выписываете На листочек Все Это И просто Отнимаете 10% 20% 30% До того Веса Который Вам Необходим И вы Получаете Фигурку Той высоты Тех граммов Которая Нужна Вам То есть Из большего Сделать Меньше Из меньшего Сделать Больше Всегда Не проблема То есть Просто Сами Пообщаться В инстаграме Еще Пока эфир Не знаю Нужно Свою работу Разобрать И посмотреть И вообще Если это Вам Интересно Опять же Может быть Вам И не надо Этот второй Эфир Если надо Пишите Конечно Придумаем Что-нибудь Еще с ними Если Вам Понравилось Лепить В прямом Эфире Может быть В прямом Эфире Долепим Пандочку Девочку Очень Все Хотели Девочку Сделаем Девочку Панду Продолжение Нашего Эфира Вот Ну если Вы хотите Что-то Другое Как бы Ну только Не сильно Сложное Потому что Эфир Не резиновый Не каждый Может По полтора Два Часа Сидеть То есть Что-то Надо Такое Простенькое Ну Пандочку Можно Пандочку Надо Очень Круто Если Хотите Я могу Еще раз Продиктовать Пропорции Вы Запишите Себе Очень Интересно Спасибо Так Три Кота Лошадку Зайку Ми Ну Зайка Ми Довольно Таки Сложная Так Что Еще Да 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 Это Все Лошадку Это Единорожку Если Что-то Такое Опять же Попроще Зайка Ми Есть Так Ну там Зайка Ми Просто Она Закрытая Поэтому Ее Как бы Нет Не Ну Сделаем Какой-нибудь Вариант Конечно С зайкой Миш Что-нибудь Попроще Сделаем Что-нибудь Обязательно Будет В любом Случай На канале Будет Все Что это Если Вы Хотите Что За Два Дня Немножечко Я не Поняла Так 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 Что Теперь Смотрите Мимишки У нас Только Ципа Не Хватает Все Остальные Есть Ну Ципу Я думаю Вы Наверное Уже Сами Слепите Без Меня Ципа Вам Наверное Не Нужен А За Два Дня Зайку Мишки Ну Я Не Знаю Как Вы Думаете Будет Ли Вам Интересно Два Дня Смотреть Эфир В Плане Того Что Я Понимаю Что Это Не Будет По Времени Два Дня Про То Что Мы Разобьем Эфир На Два Дня Потому Что Просто Много Вся К Да Там Заморочек Своих Небольших Просто Мне Кажется Что Такое Простое Если Вам Интересно Проще Снять Вообще Мы Могли Конечно Это Все В Один Эфир Тянуть Просто Из-за Того Что Ждали Из-за Того Что Я Расслабилась И Вообще Не Следила За Временем Не Смотрела Что У Нас Скоро Конец И Как Я Так Долго Все Это Объясняла Ага Хорошо Жду Да Просто На ютубе Вы можете Смотреть В паузе Вы можете Перематывать Согласна Дурить Неделю То есть Мне кажется Что так Будет Вам проще Наверное Так 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 что Ну Ну смотрите Девочки Если вопросов У вас нет Если Не надо Диктовать Еще раз Вам Пропорции Тогда Я буду Вас отпускать Вы Наверное Уже устали Столько Времени Со мной Быть Скоро Я постараюсь Выложить Как можно Быстрее Нашу Кисичку На ютуб Чтобы вы Могли Ее слепить Если не Лепили С нами На эфире Ой Человеков Пук Пук Я даже Это вообще Это кошмар Какой-то Человек Пук Пук Это Долгая История Вообще Человек Это Долгая Поэтому Даже На моем Канале Их пока Нет Потому что Это Долгая Как только Я наловчусь Все делать Быстренько И быстренько Вам показывать Объяснять Обязательно Сниму И будут У нас И люди Обязательно На эфире Но Возможно Они будут Разбиты На видео На несколько Но они Будут Просто Нужно Немножечко Мне Ускориться Чтобы я Не делала Лишних Телодвижений Чтобы я Понимала Как правильно Все вам Показать И объяснить И чтобы Вы смогли Это повторить А так как Я сама Это переделаю Иногда По нескольку Раз Пока Не буду Браться За такие Поэтому Пока Что У нас Будут Только Всякие Облегченные Версии То есть Это будут Какие-то Мультяшные Герои Какие-то Из Мультиков Реальных Каких-то Просто С рисунков Мультяшных Да И У нас Будет Ангелочек Но Он тоже Будет В упрощенной Версии То есть Это не будет Прям лицо Это будет Что-то Такое Среднее Да Человек Фук-фук Я его так Называю То есть Обязательно Будут Ну Люди Будут Но Попозже Пока Да Я тоже Очень сильно Мучаюсь Не Жалко Вот Так что Вот так Вот так Что все Девочки Вас Отпускаю Еще раз Спасибо Всем Кто Пришел Сегодня На эфир Жду вас Обязательно Завтра На эфир На моем Канале На ютубе Будем лепить Мишку Будет Не менее Интересно Будет Тоже Очень Клевый Мишутка Которую Вы сможете Поставить На свои Тортики Новогодние Я думаю Наверняка Украсит Ваши Тортики Потому что Реально Очень Милый Очень Классный Так что Жду вас Всех Завтра А на сегодня Всем Пока Пока Тортики Субтитры 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...